Раз уж в нашем разговоре речь зашла о наставниках, я рискнул продолжить эту тему и спросил Мирзокарим Сыноковичу. Наставники. Кто они такие? Наставники это есть, во-первых, для молодого человека, для начинающего путь, это родители. Мы хотим, мы желаем, чтобы у нас был наставник, а на самом деле, когда с наставником встречаемся, мы не слушаемся. Все родители, если мы слушали бы мнение, слова своих родителей, исполняли бы мир, давно превратился бы в рай. Самый великий наставник это фингал под глазом, а слова родителей всегда мимо ушей пропускаем. Точно так же слова наставников пропускаем мимо ушей. Наставник не обучает человеку тому, что-то такому великому. Поэтому задача наставника заключается именно в том, начинающего человека не впустить туда, где ты сам по уши сидел в своих каких-то новых идеях. Не пускать, чтобы сказать, стоп, не иди туда, я там провалился. Стоп, не иди туда, там я вот споткнулся. То есть экономить жизнь самого человека. Вот за это тот человек, который хочет быть здоровым, тот человек, который хочет реализоваться, тот личность, которой хотят со своей любовью завоевать весь мир, со своей нежностью, со своей добротой, им нужен побольше наставников. Каждый человек, который встречается в нашем пути, это и есть наш наставник. Не надо обижаться на плохих людей, потому что они своим присутствием показывают путь к добрым людям. Не надо обижаться на подлых людей, надо быть благодарным к ним за то, что они нам показывают путь к ангелам. Это так. Каждый встречающийся человек, это и есть наш наставник. Но есть еще профессиональный, потому что специалист без ученика, это дерево без плода. Я себя наставником не считаю, но я могу поделиться опытом. Как-никак, около двух миллионов вылеченных нами, нашим коллективом людей, это раз. Во-вторых, если больной человек является преступником, который совершил преступление в адрес самой жизни, в одну чашу весов поставим здоровье, в другую чашу весов поставим какую-то вещичку или какую-то ценность, он выбрал эту ценность. И он является преступником, считайте, что у микрофона сидит сам пахан, потому что я бывший инвалид первой группы. Так что будем делиться. Если вы хотите исправиться, я тоже как-то из бывших исправившихся, не только сам исправился, а потом выбрал путь оздоровления людей, одна из направлений моей жизни, моей хобби, моей любви, где я могу себе позволить быть искренным. Любовь – это и есть искренность. Один ученик спросил своего наставника Суфия. Учитель, что бы ты сказал, если бы узнал о моем падении? Вставай. А на следующий раз? Снова вставай. И сколько это может продолжаться? Все падать и подыматься? Падай и подымайся, покуда жив. Ведь те, кто упал и не поднялся, мертвы. Мы подошли, как мне кажется, к еще одной очень важной теме нашего разговора. Как произошла первая встреча с человеком, изменившим всю жизнь Мирзакарима Санакулыча? С человеком, который помог ему исцелиться? Я около двух лет около его дома проезжал мимо, в направлении городской центра искусственной почки. Оказывается, перед смертью человек становится мудрым. Человек всегда умирает взрослевшим, очень взрослым. В каком бы возрасте, я думаю, что я тогда стал глубоким столетином стариком, который повидал в своей жизни. Я готовился к отходу. Я тут как лягушка барахтался, пытался выжить. Может быть, от того, что у меня было всего-навсего в районе 20 лет, и природной энергии, желание жить, может быть, это преодолел. И каждую неделю два-три раза на своей дежурной очистке кровью я проезжал мимо дома моего наставника. Там сидели страждущие, человек 15-20, иногда больше, иногда меньше. И около его дома как раз была остановка автобуса. Останавливался со своими мутными глазами, смотрел на них. Типа, хм, дурец, Маш, такие великие умы врачи не могут меня вылететь. И, а этот придурок что может меня сделать? Мне не было неинтересно. Почему? Потому что у меня была обида. Типа, почему я таким молодым умираю? Почему я заболел с такой неизлечимой заболеванием? И однажды, через два года еженедельного встречи с его воротой, автобус сломался на этом остановке. Вышел с автобуса, стою. Думаю, ну дай-ка это, ну что я потерял? Стану в очередь, тоже зайду в его двор и вошел. Старик, первым делом, посмотрев на меня, сказал, сынок, а сынок, я трупов не лечу. Ты, труп, ты зашел сюда проверить меня. Ты же ни к чему не веришь. Ты сам являешься шайтаном. Я людей лечу, и то живых. А ты дохлый шайтан, потому что у тебя сомнения. И говорит, иди, сынок, когда оживешь, вернешься. Да я оплевываюсь оттуда ушел. Я такой начитанный, умный, знающий, образованный, какой-то старый. Меня так это мертвецом обзывают. До меня не дошел, потому что я же умный. Я все знаю, и на все у меня есть мнение. Я не пришел учиться, я пришел его обследовать. Я пришел не для того, чтобы лечиться, а для того, чтобы экзаминировать. Оказывается, у меня крыша была не на месте. Сомнение, это есть активность. А на самом деле, в глубине, это оболочка того плода, фрукта. Внутри находится неверие. Неверие, сомнение, это есть лень. Интеллектуальная лень. Через три месяца я к нему пришел. Я не понимал. Меня это слово злил. Я хотел этому умышленно доказать, что... Почему он меня обозвал мертвым? Почему? Я опять пришел. Я пришел опять, улыбался. Делал вид, что я понимаю, вникаю его слова. Но самое что, другие выздоравливали? А у меня ни на йоту улучшений нет. Первая группа проходит. Вторая, третья. А он говорит, сынок, еще будешь продолжать приходить. До тех пор, пока ты не научишься учиться. Да в конце концов, это меня уже задел. Я начал, вместо того, чтобы иметь свое мнение, делать то, что он говорил. Знаете, очень тяжело. Самый легкий способ иметь мнение. Все чушь собачья, все ерунда, дурят всех, мне ничего не поможет, я должен дома сидеть, все. Это самый легкий способ, который более примитивно не существует. Говоря, что все это ерунда, все это, все-все-все, это я себя умнее чувствовал. На самом деле, как был идиотом, так и остался. Зависть кажется первой, что начал двигать. Потому что, как это так, в другие выздоравливают, улучшается, а у меня нет. И потихонечку, когда начал делать то, что он говорил, у меня что-то начало получаться. Улучшения такие микроскопические. Усталости исчезли. Давление перестало подпрыгивать. И это незаметно. И где-то через месяцев восемь появился, знаете что? В течение три-четыре года я вообще, у меня не было мочи. Через аппарат выкачивали. А я, для меня это была самая большая мечта моей жизни. Знаете, люди это дураки. Того, что мы имеем, мы не ценим. Это так. Когда мы имеем здоровье, мы его разбрасываем направо, налево, и тогда прочее. И с помощью моего наставника это начало сбываться. Все профессуры, все ученые говорили, ты что, ты дурак, что ли, сынок? Твоя болезнь неизлечима. Твои почки размером грецкого ореха и покрыты известью. Даже не думай, с помощью него, с помощью своего наставника я вышел из болезни. А он все время говорил, сынок, мир на две разделено. Через твой разум, в твоем разуме находится зло, в твоей душе находится свет, а в твоем духе находится жизнь. Слушай свой дух, слушай свою душу, что хочешь. Мечтаешь? Хочешь быть здоровым? Значит, от него. А если твой разум тебе будет говорить, что другие больные не выздоровели, не погибли, не слушай, цепляйся за жизнь. Через свой дух ты достучаешься до Господа Бога, сынок. Получилось? Да, получилось. Корабль, на котором плыл Хаджан Асреддин, попал в сильный шторм. Суд набросало верх и вниз, словно ореховую скорлупу, молнии сверкали на черном небе, ветер выл и рвал в клочья паруса, земли видно не было. И пассажиры, и команда отчаялись, одни громко молились, обещая исправиться и никогда больше не делать ничего дурного, другие же посылали небесам проклятие. И лишь Асреддин сидел спокойно, время от времени поглядывая на небо. Вдруг он скачил и закричал, «Эй, любители перемен, не стоило бы расточать обещания так обильно, ведь потом их все не выполнишь. Небо светлеет, и на горизонте, по-моему, виден порт. Не взяться ли нам за весла?» Пожалуй, ничто не вызывает столько споров, столько разночтений, как причина болезни. Сегодня врачи все больше говорят, что причины нездоровья часто лежат в наших чувствах, эмоциях, в нашем отношении к жизни. Вот и Норбеков имеет совершенно четкий ответ на вопрос, что такое болезнь. Болезнь – это есть нарушение равновесия в одну или другую сторону. Есть смерть, есть жизнь. Чрезмерная активность приводит к роботоколикству. Это тоже приводит к болезни. Истошение нервной системы, сердце и т.д. Чрезмерное лежание. Максимально ты получишь пролежный. И вот такая градация. Остановление здоровья находится между ними. Теперь посмотрим. Чрезмерный физический труд тоже приводит к болезни. Чрезмерный умственный труд тоже приводит к болезни. Когда человек работает только телом, природа смотрит. Ба, я его создал человеком, а он из тебя осла корчит. Или только мозгами работает. И говорит, ба, я тебе же додал тело. Значит, надо анализировать. Если ты хочешь узнать причину заболевания, ты просто-напросто изучай, пожалуйста, законы. Географию или химию, или физику, или просто астрономию. Ты мгновенно найдешь причину своего заболевания. Потому что здоровье находится в балансе на чаше весов. В одном стороне работа, в другой стороне отдых. Если отдых увеличивается в ущерб работе, болезнь возникает. Если работа увеличивается в ущерб отдыха, опять болезнь возникает. Когда человек много отдыхает, это есть болото. А в болоте всегда не только чертики, сомнения водятся, и пьявки, и болотные тины. А когда слишком стремительная река, очень стремительная река, там тоже живности бывает, к сожалению, маловато. Самая большая живность рыбы, плодоносящей вода, это когда соприкасается теплые и холодные течения. Вот там все есть. Значит, все в равновесии. Не знаю, как вы, а я часто встречаю в жизни людей, которые словно притягивают к себе нездоровье, всякие проблемы, несчастье. Я спросил Норбекова, почему так происходит? Пришла беда, открывай ворота. Мысли имеют материализацию сто процентов. Когда я начинаю приходить к врачу, говорит, доктор, проверьте, кажется, я болею. А потом доктор проверяет, говорит, вы совершенно здоров, я иду к другому врачу, говоря, что тот придурок не нашел во мне болезни. И второй врач тоже и говорит, вы что, вы эталон здоровья. Я оборачиваюсь от этого врача. И так начинаю ходить от врача к другому. Наступит момент, какой-то врач говорит, да, вы по-настоящему болеете. Тогда я что скажу? Вот, настоящий врач, он нашел тот болезнь, о существовании которого знал давно. А на самом деле, самовнушение мысли имеет до того большую силу воздействия на тело, человека может этот мысль убить в буквальном смысле. Все разваливается. Представьте себе, вот сейчас я перед вами буду притворяться в другого состояния. Сейчас мы говорим об одном. Я думаю о третьем. Чувствую четвертое. А намернее пятой. Вы около меня себя будете чувствовать дискомфортно. Вы не знаете, ну почему вам появляется такая романтическая мечта набить мою морду. А на самом деле, внутренний настрой имеет большое значение. Огромное значение. Всегда своим друзьям, с которым работаю, с которым мы занимаемся, с которым мы действуем в жизни в разных направлениях, но через познание самого себя говорю одно. У Господа Бога ничего не разваливается. Если ты хочешь узнать свои ошибки, посмотри на Вселенную. Одного твоего взгляда достаточно, как мир крутится, как под микроскопом, под телескопом. Вообще посмотреть на окружающий мир в истинном движении, и ты увидишь, какие вопиющие упущения допустил в отношении жизни, в отношении дела. Законы природы везде одинаковые. Очень часто, когда взаимоотношение с самим собой идет в худшую сторону, очень часто, когда мы начинаем себя насиловать, а потом изнасиловать, и когда я начинаю ненавидеть или делая что-то, а начинаю быть недовольным, это, в свою очередь, как зерно начинает попадать в жизни, и все начинает разваливаться, 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 разваливаться. Почему? Потому что, выходя к людям, должен я притворяться другим. А люди чувствуют. И начинает относиться к этому человеку с таким отвращением, или как-то презрением, или боязнью, настороженностью. И этот человек, куда бы ни пришел, у него неудачи за неудачей. Скажите, пожалуйста, счастливый человек, улыбающийся человек, жизнерадостный человек, всегда притягивает. Согласны? Мы хотим к этому личностью сделать малюсенький комплимент. Не только комплимент. Подойти, сказать, что до чего он хорош. Если какие-то дела, деловые связи у нас пойдут, я, в первую очередь, этому жизнерадостному, счастливому человеку буду помогать. Или содействовать, с ним работать. Как свет или тепло зимные ночи притягивает, точно так же уверенный, жизнерадостный, чистый человек притягивает других людей. Значит, развал жизни начинается от души, от духа, от разума. Восстановление, как феникс, опять же, от души, от разума, от состояния духа идет. Значит, когда дела начинают уходить вспять, это означает материализация наших внутренних состояний, материализация наших сомнений. Самый большой враг – это есть неверие в своих силах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова